всем привет дорогие подписчики и гости моего канала вы на канале нефрай 1987 с вами лицемер лунатик фанатик еретик обращение фрит и его веклепная помощница сегодня тоже вместе но ну и тот кто будет сегодня всем этим процессом заниматься наш афанасий афанасий давайте приступим к делу мы сегодня ребят занимаемся разборкой и замена термопасты у ноутбука пакарабел мы приступаем к этому делу а вы не забывайте все правильно где-то у нас ноутбук мы его не видим вот мы его видим вот нас мастер разбирает мастер работает полноценно новое видео афанасий мастер на зато вы ребят теперь будете знать заменить термопасту на ноутбуках ну а система почти у всех одинаковая Сейчас мы снимаем заднюю крышку, а мастер ничего не хочет говорить, мастер Ставим Люба, не забываем вот этот пальчик вверху Смотрите, у нас Афанасьев очень быстро действует, он очень скоростной парень, рисковый Да, ребят, кстати, пишите, какой вы термопастой пользуетесь, какая вам больше нравится КПТ-19 Поближе еще, можно ли? Просто мы ее не засветили Это не реклама, ребят КПТ-19 И не впадайте в любые пространства Игровые процессы поддерживает легко А на системнике держится очень долго На системнике я советую ее менять раз в год Ну, лучше, конечно, раз в полгода Но на ноутбуках лучше, конечно, раз в три месяца, раз в полгода Потому что ноутбук, он больше ее жирает Ну не то, что жирает, он ее... Все верно Настя, пыталась на подметить что-то В вещах всех Ну, главное, что наши мастерцы в этом все не узнает И то верно Если, ребят, вам еще тоже интересно будет посмотреть Как в системнике это все выглядит Как в системнике на видеокарте И на всем поменять Термопасту Чтоб ваша система охлаждения работала лучше Если вам интересно будет, как в системнике все происходит Подписывайтесь на канал, как же это у нас в цитете Там выдают леп, а я от этого ведет Все верно Настя, но будет со мной Только я буду, например, разбирать А Настя снимать А сейчас мы снимаем клавиатуру Встроено Я просто Настя все подсказываю сейчас Что надо громче говорить Да, я не снимаю громко Потому что телефон не везде так все вылавливает Ну, ребят, не судите за качество видео Это снимать с телефона Я, конечно, потом обработаю это В специальной программе Будет качество еще больше Телефон снимает в HD Но Я понимаю, что это Качество будет лучше Да Ну, качество будет лучше Вы уже увидите Мы сами на канале Оригинального качества Вы не увидите Будет уже подтянутая Наш мастер молодец Очень шустро действует Заметьте, ребят За 5 минут Сколько он уже всего сделал Он берет ножик Что-то хочет он сделать Чики-врики Чики-врики Ну, давай-давай И в дамки Поддерживаем нашего мастера Люба Мастеру будет приятно читать Ваши комментарии Я-то неинтересно Нестя, но тут решила подсветочку сделать Это еще замечательно Что-то получается, Афанаси? Да, ребят Мы это впервые делаем на канал Нам, Сыкова Мы как бы это уже делали Да мы 100 раз так делали Ну, что-то мы очкиуем На состояние Вы не смотрите, он просто старый Чего? На состояние, конечно, не будет Ну, да Ноутбуку 9 лет Получается, цепит не как Да, для этого не получается Да, для канала это, конечно, сложнее Во-во-во, пошло ведь, пошло Во-во-во Не хватай Пошло, 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 пошло Поехало, во-во Ну, конечно Ну, конечно Без Нестя Ному вообще никто Без Нฉита Поехало, смысл Да, сейчас мы видим все внутренности, саму материнскую плату. Так, мы сейчас видим оперативку, жесткие действия, ну, жесткие действия мы достали, вот он лежит, чуки-брики. Настя, Настя, не забудьте, пожалуйста, на палочку. Видите, Настя, я снимаю, я не могу оторвать процесс съемки. Медсестра. Вот мы достали дивидерон. Сейчас мы откручиваем, что? Систему охлаждения. Да, Панасик? Вот эти две медные трубки. Запомните, каждый болтик откручивается отдельно, они помечены циферками. Да? Это вам подсказка, кто будет заниматься, кто будет пробовать также. Вот. Снимаем, так же, что снимаем, что закручиваем. Дайте, понятно, понятно. Да. Не нарушайте, будет плохо. Вот, и все. Мы, как говорится, радиатор весь сняли. Систему охлаждения. Вот эти, остается у меня подуть. Это ее ноутбук. Да. Ну, сейчас мы стираем старый телефон. Давайте посмотрим, как они выглядят. Вот, тампончиком, тампончиком, диском. Вот, тампон не в уши. Надо, как мы сейчас позже смотрим. Знаете, просто все. Ну, конечно, надо говорить ближе к микрофону. Я буду и громче. Все. Первая паста снята. Ну, плохо снята. Сейчас мы еще кусочки уберем. Ну, это не так важно. Побольше выбираем. Да, побольше выбираем. Побольше. Зачем, зачем? Мы наносим куда? Афанасий, Афанасий, мастер. Мы ее на... Вы понимаете, что она наносится? Вот, он нанес ее на... Что? На ватную палочку. И теперь он ее размазывает по всем кристаллам. Кристаллам видеокарты и процессорам. Ничего, ребят, вы на нас не встречайте. Мы это в первый... Ну, не в первый раз делаем, а в первый раз до канала. Это как-то все-таки... Да. Нас он сыпет нам. Это как-то опасно, но и нанесено на чипы. На кристаллы. Как я и говорил, мы использовали оригинальную КПТ-19. Она лучше, чем КПТ-8. Что Афанасий надо? Сейчас вот мы еще стираем. Покажем, покажем. А, Афанасий, уберите, пожалуйста, ваш руку. Мы показываем, как мы ее настираем. Вот. И зернофар еще не наносим. Ну и здесь здесь чистим. Система охлаждения, если вы пытаетесь почистить вот этот кулер, покажем его. с другой стороны. Здесь просто вот эту всю систему чистим. И самое главное, вот эту вот продувочку. Вот эту вот. Здесь, потому что чаще всего, на какой-то цепи. Чистим его. Не советую использовать в воду. Доправление воды не приведет ни к чему хорошему. Либо, если вы использовали воду все-таки, то положите на батарею. Чтобы меньше вреда вы нанесли вашему ноутбуку. Теперь мы доставим систему охлаждения обратно на место. Смотрите, ребят, прошло всего лишь 16 минут, а мы уже все заменили. Теперь мы все ставим обратно. Второй, что ли, все пришлось? И ставлю. Да, также ставим все. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Все, как у вас подписано. Да, кстати, подала мне идею, я тоже закуплю немного, ребят, потому что надо было мне фонарик тоже включить. На видеокамеру. Ну, она сейчас посвечивается. Я буду в этом видео светить душку. Окей. Афанасий у нас, смотрите, вообще хороший специалист. Так быстро делается. Больше лайков, больше Люба ему. Не забываем вообще больше Люба ставить. Да, пишите. Афония, Форева. А кому интересно будет, то, что вот, или нужна такая помощь будет? Пишите. С ноутбуком, да. Есть группа у нас ПК-59. Кому нужна? Да, это обязательно. И, если вам нужна такая помощь, вы можете обратиться. Афанасий вам всегда поможет. Услуги описаны в нашей группе. Такая вот услуга полностью. Замена термопасты, замена... ...почистка ноутбука. У нас будет стоить 1000 рублей. Как вы видите, Афанасий у нас совсем справляется. И, видите, как это не так долго. Да, просто. Угу. Угу. Сейчас он ставит шлейфы на место. Так что вы можете если вы напишите на вашу розу 59, человек вам всегда поможет. Так ведь, Афанасий? За 1000 рублей мы к вам подъедем. Да? И никаких проблем. А также по всем другим проблемам там же установки Windows и все там подобное. Также вы можете обращаться и добавить на ПО. Также в нашу группу ПК-59. Цены очень приемлемые, недорогие. Да? Это правильно. И мы не обманываем. Мы ставим, все проверяем, все, чтобы было правильно. Мы делаем это сразу же при вас. А не где-то, куда-то, куда-то, чтобы забрать, накрутить какие-то цены, как вот обманывают, особенно пенсионеров. Когда я им вламываю там 35 тысяч за услугу. Мы вам сразу, вы нам звоните, ну, или пишите, мы вам предскурант сразу озвучиваем. Мы не берем больше. Если вы больше, там что-то вам надо будет, вы уже там специалисту скажете. Да. Специалисту говорите и он уже решает, сколько это будет стоить. Но, по-нашему, уже пресс-куранта. Никак. Не больше. Цены не могут быть завышены. Установка Windows у нас идет от 500 рублей. установка драйвера по 300 рублей. Замена термофасы тоже 300 рублей. С очисткой и со всем этим с выездом стоит 1000 рублей. Потому что, как я знаю, мы также знакомые один раз обманули. Взяв у нее за нерицензионную Windows за установку 4000, это было вообще жесть, ребят. что вы на Афанасе ищите? Болст включите? Какой болст? А, а вы уже батарейку ставите. Пардон. 5-6-5. У нас, ребят, еще HDD стоит. базовый и SSD. Оперативы 8 гектар. Заднюю крышку мы уже надели. Сейчас мы закрываем панельку, чтобы жесткий оперативный нам не видеть. Ребят, еще, кстати, у кого новые ноутбуки, то у вас вот здесь уже выделен раздел. Вы можете быстро раскрыть. И здесь у вас уже будет система охлаждения. Да, у меня будет полностью все распущено. Ну, а сейчас вы зато увидели, как это полноценно делается. Это точно. Смотрите, ребят, уже прошло всего 22 минуты. Ноутбук у нас собран, да? Сейчас мы только оденем еще вкладку вариантуру, да. Ну, сейчас что-то у нас Афанасик поставит новый мировой рекорд. Почистки, да, система охлаждения. Ни разу на паузу, ребят, я не ставил в этом видео. Да. Все? Все готово? Покажите нам. Вот, ребят, все, система готова. Собран, обратно. Вот сейчас я нажму на паузу, пока мы подключим. Да. И поставим на тепло. Ну и вот, ребят, мы вернулись, включаем систему. Как видим, экран загорелся. Выбор операционной системы. Начинаем. Нести, блин, все, запускай. Ну, правильно, запустилась не та, которая рабочая. Нести у нас тут не пытается бегать, суетиться, потому что тут приходится не их все делать. Да, потому что нести с... Нести сказали, все, работаем, значит, все. Выбираешь свою операционную систему, которая рабочая. И все. Запускаем. Как видим, двигатель здесь запускается. Компьютер, как мы слышим, не жужжит вообще. Его не слышно. Потому что кто молодец? Афанасий, покажись. И покажи нам, Люба, что надо ставить. Афанасий, Люба, мы русские. Мы по-русски говорим. и у нашего мастера и у нашего мастера шло всего 20 минут. Молодца. Похлопаем. Аплодисменты нашему мастеру. С вами был Нев и Настя канал. Ну и всем. До новых встреч. Let's go. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok